Программа для любителей и почитателей истории родного города снова в эфире. Добрый день, сегодня пятница 13.07 на часах. Меня зовут Владимир Сметанин и я приветствую в нашей студии Евгения Питунина, историк, краевед, руководитель Музея инженерных наук ВятГУ, президент Вятского ретро-клуба. Евгений Альбертович, мы снова с вами. Добрый день, да. Хороший день, хороший весенний день. Ну, не считая, что ветер, не считая, что грязный снег, но весна уже набирает обороты. Я думаю, что раз весна набирает обороты, значит, в душе музыка, расцветает не забуд, и вот поэтому, наверное, будем говорить о музыке. В общем-то, да, Евгений Альбертович уже подводит к нашей сегодняшней теме. Да, действительно, мы сегодня решили поговорить о музыке, о той музыке, которую слушали хировчане на протяжении последних десятилетий. Ведь музыка, ой, даже как-то слова-то подобрать трудно, что она значит для человека, да? А, наверное, все без музыки. Да, она ей вдохновляет, она дарит эмоции, она заставляет задуматься. Ее можно любить и не любить, но так или иначе хорошая музыка трогает струн, это, да, человеческая душа? Да, но не поверите, вот, хорошая музыка, было время, когда музыка вообще была дефицитом. Вот об этом ей... Вот об этом мы сегодня и поговорим, да, о том, где доставали музыку, на каких носителях. Да, да, да. Кстати, в прошлый раз мы говорили, да, немножко о сегодняшней программе, и Вы называли цифру, сколько у Вас виниловых пластинок в коллекции? Вот у Вас лично, да. У меня, ну, тысяча в песне, в моем доме тысяча пластинок. Огромный, наверное, шкаф какой-то? Да нет, ну, это я еще так считаюсь. Есть такие меломаны, что целые комнаты забиты. Люди даже продают квартиры в центре города, уезжают в тихие районы куда-нибудь на спичфабрику, чтобы им машины, приезжающие потом, им не мешали слушать. Но это категория аудиофилов, мы там знались, о них поговорим, в основном о меломанах, наверное, которые живут проще. Ну, тут, наверное, стоит сделать такой отсыл к нашим предыдущим программам. Помните, мы говорили о том, что слушали, что смотрели, что читали? На чем смотрели, да. А был период в истории, ну, и страны, и нашего города, когда, собственно, основным источником звука были те репродукторы, да? Да, было радио. Было радио, радио. А в личном пользовании находились всевозможные граммофоны. Патефоны. Патефоны, да. Позже проигрыватели, еще позже катушечные магнитофоны. Вот, но музыка хорошая действительно была дефицитом много-много десятилетий, потому что по радио в основном, ну, у нас вот трудно сейчас представить, но не было ни одной музыкальной радиостанции, нечего было поймать. Это уже где-то в 80-е, в конце 70-х появилась радио «Юность», радио «Маяк», где, может быть, поздно вечером или в какое-то неурочное время могли что-нибудь такое ближе к советской эстраде. А в основном, может быть, была такая музыка, но она настолько доставала, что получалось невосприятие. Например, когда 40 раз на дню за иной пела издалека долго течет река, «Волга», то это уже... Это действительно было так. Да, это примерно раз в час, когда это было на гребне, или потом еще в детстве доставала песня, это «Я земля, я своих провожаю петенцев». Это было нечто, и там, в общем, звучали песни советских композиторов в исполнении престарелых исполнителей, для нас престарелых, для нас тинейджеров, вот престарелые, а в магазине «Мелодия» и в отделе музыкальных товаров лежали те же пластинки, которые покрывались слоем пыли. Это были, если не речи вождей, там, Ленина на съезде каком-то, или там Брежнева на съезде, еще что-то, то пластинки, они лежали, наверное, месяцами, потом они уценивались, отправлялись куда-нибудь задаром. В принципе, розничная сеть по продаже музыкальных носителей, она дублировала то, что можно было слышать по радио. И 99% общего времени в магазины пластины можно было не заглядывать, потому что там лежали одни неликвиды. Ну, это ликвиды, это то, что никого не интересовало, и то, что не покупалось даже по 15 капель. А продавцам не вставлялись за то, что ничего не в них не покупали? Они сидели, спрашивали, но зато у них были моменты, когда они выполняли план за день. Сейчас мы к этому подойдем. Когда вообще такой интерес-то проснулся в городе? А вот самое интересное, что первый дефицит пластинок, он стал ощущаться после войны. В 50-е были очень популярны танцы на открытых эстрадах. Обычно по выходным дням играл джаз-бэнд, в том числе знаменитый джаз-оркестр Соломона Борисовича Сахара. Ну, другие. Это было и в Халтуринском саду, это был знаменитый парк Горького за кинотеатром Октябрь. Даже вот не поверите, вот сейчас я на нашей студии смотрю, вот прямо напротив, вот там был парк такой. В районе перекрестка Московского и Дериндяева. Он огромную территорию занимал за Серым домом, там дальше от Дериндяева практически дальше. Сейчас от него мало что осталось, но это был парк работников металлургического завода, вот до этого был городской парк, и там были танцы еще в 50-х. Ну, я к чему, что в обычные дни народу хотелось танцевать, а, видимо, затратно было приглашать джаз-оркестр, поэтому и танцевали под радиулу Апластин. Ну, вот в основном-то хотелось что-то такое, и вот после войны появились первые пластин, везенные из-за границы, это Петр Лещин, это, может быть, Озин, еще что-то, исполнители, которых у нас знали, но у нас их не печатали, вот как и у СОЦ не печатали, уже в 80-е вышла одна пластин, а до этого все знали все, а тогда вот так же Петр Лещин, который Майя Марусич, вот все любили, все... То есть это было ново, ново, да, для слуха, иной формат, как сейчас принято говорить. Поэтому приносили пластин, и вот, видимо, фронтовики, которые приехали с войны из Германии, везли пластин и приносили, и слушали. И вот что интересно, у меня моя родительница, она после окончания Одессского института, она попала учительствовать на Сахалин после войны. Там тоже был дефицит музыки, и там в Мариэ везли антрабандные пластинки из Японии. Вот, видимо, был то ли Черный рынок, или просто Дорилин. Вот у меня сохранилось несколько пластинок, может быть, они довоенные или послевоенные, и были серьезные бренды, это Телефунтен и другие. И что забавно, японцы пытаются на японском языке петь европейский джаз. Это, видимо, я не нашел... А это, по-моему, до сих пор такое существует. Это сейчас существует. Я не нашел вот именно тех исполнителей, я не нашел ничего подобного. И это была очень красивая музыка, где японцы высокими голосами пели изумительные мелодии, но это были европейские ритмы. У меня родители, они очень красиво танцевали, они всегда танго и форстроты под эту музыку. Это была любимая музыка, но она тоже была дефицитом, потому что она не печаталась. А вот так вот мне иногда... А скопировать таких технологий еще не было. Сейчас, сейчас мы к этому не было, мы плавно подходим. Сейчас мне дарят иногда в музей лекции шелачных пластинок. Они, может быть, у дедов там... Каких пластинок? Шелачных. Это первая патефонная пластинка, и о чем речь, они на 78 оборотов, они бьющиеся на граммофоне, на патефоне, на радиоле. А да, они не запилены железной игой, а слушали на пьезоголовке на радиоле. Ну, кто в теме, тот понимает, то это все-таки интересная пластинка. Ну, вот я замечу, если взять даже 20-е, 30-е годы довоенные, послевоенные, то музыкального мусора было, ну, немерено, наверное, не меньше, чем сейчас. И очень редко попадались растиражированные, любимые всеми Рио Рита, брызги шампанского, ритмы гавайской гитары, там, еще и это вещи. А в основном, там, боже ты мой, вот даже мне сейчас, я смотрю, и вот хоть тюбей, вот, наверное, это хуже, чем сегодняшняя самая худшая попса, потому что это лаптищи, и это эти национальные мелодии, и это непонятный перепев индийских песен. Это все советское, индустрия это выпускала, да? Наши у нас, даже Ажды Саунархоз выпускал полно брендов, основные это были, конечно, пластин из корабли, а мы это Ленинградский завод выпускал, и с рабочей колхозницей, это Москва печатала вот именно шелачные пластины. Ну вот мы плавно подходим к 50-м, технологии менялись, на смену джаза, музыка, толстых, называли его, это были стиляги, но уже появился рок-н-ролл к 50-м, рок-н-ролл все слушать умудрялись, через бой глушило на старых родительских ламповых радиолах, поэтому представляли, в том числе и в Кирове, что это за музыка, но ведь хотелось не только, когда там за полночь звучит Элвис Пресли, там и кто-то еще, Бадди Холли, вот, хотелось дома иметь и слушать постоянно, когда пришли друзья, и поэтому у нас вятка тоже была подвержена такому явлению, как самодельное подпольное изготовление пластинок на рентгеновских снимках. Так он музыкально сам издатка? Называлось на крестях, но он не сам издатка, вот, если верить очевидцам, то напротив старого универмага, вот где сейчас бывший книжный магазин, чуть-чуть вот, наверное, южнее, в сторону улицы Герцена, там было какое-то подразделение от рембо-техники в 50-е еще годы, там официально могли записать, называлось музыкально открытка, то есть такую маленькую гибкую пластиночку с какой-нибудь песней советской, можно было бы выбрать по каталогу, вот, отправить письмом, но это сохранялось до, чуть ли не до 80-х, вот эти музыкальные открытки. Интересное явление, да. Честно, ничего, но основное время там на этой звукозаписывающей, режущей аппаратуре, там записывали пластин и на костях, то есть на рентгеновских снимках. То есть не на пленке, не на самом материале, а уже на снимках конкретно, рентгеновских, где можно было найти использованные снимки, видимо, где-то добывали, это толстая, это целлоидная субстанция, вот кости это все не смывалось там, поэтому вот вырезали дырку в центре, делали круг и записывали резцом пластинки. То есть ошибка вот нынешних, многих режиссеров фильма в том, что подобная пластин, и в кино я смотрел, у меня волосы дыбом, вот, потому что ставили на патифон и пытались, ну, как бы для, ну, конечно, это фон звучал за кадром, а пытались проиграть на патифон, ничего подобного, это пластинки были в основном на 33 оборота, то есть уже лонг-плей, на одну сторону влезала одна или две песни и на другую столь. Тем не менее, вот, конечно, это был успех рук, посвященных в это дело, это было тайное братство, вятка... Ну, сколько, сколько человек-то примерно было в этой теме? Ой, много, много людей. Ну, и стиляжное движение, конечно, было охвачено, может быть, не все знали, кто делает и как, но там же не одно, ну, если, например, печатали там Элвиса Пресли, там, блюз синих замшевых ботинок, или там, что у него было популярным, то печатали, конечно, не один экземпляр, а печатали экземпляров сто этой пластин, и поэтому приходил человек, брал портфель, уходил куда-то, а потом уже по городу распространялось... Это все было закрыто, да, так? Да. Инкогнито, чтобы не распространяться... Конечно, если бы накрыли бы это производство, то это было бы не просто уголовка, это было бы политическое дело, потому что это прошло бы по линии АГБ как распространение чуждой информации. Ну, о запрещениях тогда глушить-то глушили, но списки запрещенных появлялись позднее. А сама процедура нарезания этих рентгеновских снимков долгий процесс? Да, по-моему, минут пять на пластин со скоростью включения. Сейчас трудно представить, но это как большой проигрыватель, только вместо иглы был резец. И этот резец, видимо, должна быть какая-то матрица, то есть все равно должен быть пластин оригинал, чтобы с него там снималась звуковая дорожка и записывалась. Поэтому вот в Киреве было хождение музыки на костях. Не так давно мне подарили одну такую пластиночку, правда, я еще не проиграл, но, видимо, настолько часто ее слушали, что вот сейчас вряд ли она будет работоспособна, потому что она затерта, если не до дыр, до исчезновения дорожек тоже. А что это значит? Значит, Рон Рол любили, уважали и слушали часто. Но время шло вперед, это уже было неактуально, появлялись новые технологии, на смену пресли пришли, на смену эпохи пресли пришли другие времена, появились Битлз, появились Лоллинг Тонс, появились западные группы, появились большие пластин и лонгплей, которые на 33 оборота 45 минут, это две стороны пластин и звучало. Вот, и, естественно, наш город не оставался в стороне, мелодии по-прежнему лежали речи вождей, лежали об зонтам, в лучшем случае, ну, Анну Герман и то разбирали, потому что это была нормальная певица, лежала там позже, даже я не вспомню, что лежали, и это непонятное вообще откуда даже они производством, и это... Из союзных республик? Из союзных, и это тувинс, и что-то там, но вот это внешнее было так, все, конечно, контуражи, все полки были заставлены, но когда заходишь, ясно, что привоза нету, по скучающим лицам продавщиц можно было... Иногда оживление наступало, когда в 70-е уже... А даже часто-часто ли привозы-то были? Привозы были, привоз привозы... Иногда в ЦУМе там был такой маленький пенальчик-отдельчик, там выбрасывали. В 70-е годы, что интересно, у нас сюда и в СССР тайком, тайком без лицензии, без разрешения, стали печатать западную музыку. Первая где-то была музыкальная панорама, и там напечатали без названия группы, просто песня Girl, исполняют, и это чуть ли не грузчик из Ливерпуля. Конечно же, это битлы. Битлы, битлы. А потом стали печатать тоже где-то... А вначале без названия, а потом на одной у меня... Это есть вокально-инструментальный ансамбль Битлс с S-буквой. И там что-то было... Вот интересно, да. Тонно, вот с последних там... Значит, от незнания, это интересно, или как-то нарочно коверкалось? Да не знаю, трудно сказать. Вот, но... Вот можно было прибежать и урвать такую пластиночку, соропяточки называли, хотя соропяточки это на сорок пять оборотов, они были на тридцать три, с четырьмя песенами они стоили семьдесят или восемьдесят, в зависимости от анверта. Ещё вот напасть была, что все западные диски были в красивых анвертах, дизайнерские оформленные, иногда альбомные вот разворачивались, представляете, сержант, красиво. Одна пластинка, вторая пластинка. А у нас были такие, из оберточной бумаги, жёлтые, пергаментные конверты с дырой посредине, чтобы было без всяких. В лучшем случае была реклама, покупаете, слушаете на пластинках фирмы мелодия бюль-бюль оглы там, и же с ним что-то такое. Вот поэтому разница была ощутима и по качеству печати, что поэтому, конечно, во-первых, развивался подпольный рынок пластины. Продать, купить. И явление это. Да. Ну, францовщик и не францовщик, и всё-таки филофонисты ближе, я отстраняюсь к мысли. Хотя на этом и были люди, которые зарабатывали, но в основном, судя по моим каким-то воспоминаниям, публика была большей частью музыкальная, и эту музыку они любили. И был и обмен большой, пластинок от продажи. Ну давайте, вот куда можно было пойти? Куда можно было податься? Человеку, жаждущему чего-то такого новенького послушать? Не посвящённых. А если кто-то чужой просто, он мог пройти даже и не заметить, не обратить внимания. Где это? Как? Как это всё скрывалось? Маскировалось? На моей памяти ещё в начале 70-х первая точка сбора вот таких вот меломанов, филофонистов, теря францовщиков собиралась в Вере у старого инотеатра Лизей. Старожилы помнят, там был небольшой скверик, там был неработающий фонтан. Это перекрёстко Карла Маркса и Спасской. И Спасской, да. И он был вдоль Эрла Маркса, нынешнем музею, где сейчас асфальтовая поляна, там были деревянные дома в обрамлении и такой заросший акацией со скамеечками, такой был небольшой скверик, и там вот собирались люди спустим, назывался он, кстати, хипсквер, тогда было движение хиппи, а хиппи, это считалось, раз ты хиппи, то ты слушаешь музыку. Ну и соответствующий внешний вид у хиппи. Да. Длинные волосы, клёш. в джинсах, лешах, в джинсе уже первые были, хотя еще от джинсов в губне наступил, в шузах, жевали резинку, вот, волосатые, с портфелями, особенный шип был, это, когда появились первые дипломаты, вот, плоские портфели, они были чем удобны, чтобы по формате пластины. Как раз входило, по стеночке. Если войдешь, там сидят люди, сидят на стамейках, покуривают, если ты свой, и ты задаешь грамотные вопросы, тебе могут открыть портфель. Это как это грамотный вопрос нужно задать? Сленг какой-то был? Ну, ничего, чего слушаем, что сдаем, не называлось на сленге, вот, я ужасаюсь, люди путают сленг, вот, недавно, вчера закончился фильм про Мурку, и там был, вот, блатной жаргон, и сегодняшнего дня завалить, там, что-то еще, точно, из фильмы 50-х годов, там, полная чушь и ахинея, там, никто не говорил толкнуть, там, или что-то, говорили сдать, сдать, и у нас в Ирове не было слова пласта, а пластин, все-таки диск, пласт, это ты уже дилетант, только диск, что сдается, или пластмасса, просто, пластмасса, ну, тебя сразу могли, без всяких опознавательных, классифицировать свой, чужой, то есть, могли открыть портфель, и там, иногда там, и вот, а стоило, конечно, это все чудо, вот, где-то, ну, демократические пластинки, и шли, это, венгры, демократические пластинки, это, всякие пудисы, ГДРС, там, венгры, отличные группы, были, омегало, мотив, ГТ, вот, там, еще-таки, они шли от 25 рублей, а представьте, зарплата, вдумайтесь, 25 рублей пластинка, при зарплате, 140 минут музыки, 40 минут всего лишь, даже меньше, 120 рублей, это была очень хорошая зарплата, то есть, одна пластинка, инверт, и все, и, вот. Четвертая часть зарплаты, это еще самые дешевые, демократы, там, и прочее, их называли, вот, из стран социальных поля, и там разные, ну, поля, и тоже хорошие были, трубодужи, червоные гитары, вот такие группы, а уже что-то из Запада стоило, 50, 70 рублей, 80, дороже всех стоил, Джезус Крайз, Суперстар, двойной альбом, это два диска, робочки, альбом обычно продавали с фотографиями отдельно, это опера Иисус Христос, Суперзвезда, про которые говорили, что в СССР ее запрещали слушать из-за пропаганды религиозности, а сейчас запрещают слушать за оскорбление чувств верующих, причем часто запрещают слушать одни и те же люди, которые даже... Есть такое дело, да. Вот, а как деньги, ну, представьте, я, этот, ну, не пионер, там юный уже, может, даже комсомолец, юноша, да, это уже, это седьмой, восьмой класс, когда купили там первые проигрыватели, а слушать-то еще было не на чем, если нам... Да, кстати, об этом тоже нужно рассказать, надо ведь на чем-то слушать. слушать хорошие, диск хотелось, конечно, в стерео изображение, а стерео стали появляться в начале 70-х годов, они еще были малодоступны, то есть это были очень дорогие и большие радиолы, Эстония, симфония, вот, и потом стали появляться первые проигрыватели, и поэтому, вот, были дешевые проигратели «Моно-Аккорд», стоили 55 рублей, покупали два проигрывателя, люди с ведущей могли съездить в Москву, купить стереоголовку, пьезы, потому что они там в магазине «Мелодия» продавались, и вот из этих двух проигрывателей конструировали, ставили стереоголову на два усилителя, то есть два отдельных, и две колон, и два канала. Получалось такое, да, почти стерео, слушали, но когда появился первый доступный советский проигрыватель, это была «Вега-101», это была очень красивая машина в полированном деревянном корпусе, вот, кто помнит, фанерка, наполовину диска закрывала, и на нее можно было, говорят, даже встать, хотя я не пытался, это была уже действительно качественная музыка, причем, выложили в соцсетях, мои соседи слушают «Свит», хоть порой даже этого не хотят, вот мои соседи тоже слушали «Риденс», и «Биджис», и «Роллингстоунс», и «Маккартин», хотя вот она самая да, вот я нашел в интернете фотографию, где выставляли, замечательная пара слушали до отказа, вот люди, кто помнит старый город 70-х, то часто во дворах, и отсюда звучало музык, ставили калон, и потом это веяние ушло, вот такая машинка стоила «Вега-101», она стоила 200 рублей, то есть это больше зарплаты. Ничего себе. Мне вот повезло, что мы поехали покупать какую-то мебель в кредит в мебельный магазин на Горьево, и там был маленький музыкальный отдел, там я на аккорде, и у меня родители «Эх, у всех веги уже давно». И купили. Купили, и тут же я, несчастные соседи, они у меня. А где взять деньги на первый диск? Ну, конечно, я сбегал, я тут же, промчался, и я еще раньше скупал, у меня были пластин, и это, конечно, первый диск песниров, где была Александрина там и прочие вещи. Ты мне весною приснилась. 2.15 вот Мулявин мне его подписал позднее, когда был в Ирэве. И это другие, вот сейчас уже не помню, даже некоторые хорошие вещи, которые у нас стали печатать, например, хорооркестра Джеймса Ластова по тем временам. Но это было не то-не то. А ты считался без, если ты хотел войти в круг меломанов их-то и владельцев аппаратуры, ну ладно, Вега она считалась, но у тебя должна быть фирменная пластинка хотя бы одна, лучше всего много. И уважали... Поясните, пожалуйста, может быть, молодое поколение, что такое фирменная пластина? Фирменная пластина изготовлена не в СССР, на Западе, где поют западные группы, вот они стоили 50 и дальше. Уважали, тогда интересная была градация, вот в неформальной среде, там могли не знать, кто ты такой, где ты там работаешь и чем ты занимаешься, но зато уважительно говорили, когда он приходил там у этого парня, он весь, весь Квин была, группа Квин, вот такая... Весь Квин, в смысле все альбомы? Он весь Квин собрал на этом... Или у этого чувака, у него там весь, к примеру, «Блад Свитен Террес», «Кровь, пот и слезы» или там еще что-то такое, вот они были очень уважаемые люди, редко можно было выпросить, но это уже другое на перезапись, ну вот, а первое место было вот этот «Хипс, Веру, Ализе», где можно было... Ну, где я взял деньги? Все дети что-то лекционировали, и вот я собирал это. Вы что-то продали, наверное? Значки, марки там все, мне родители покупали, где-то доставали марки, а я к ним не проникся, у меня был какой-то хороший, толстый кухлый альбом с ГДРовскими и прочими марками, и я такой, пацанчик, пришел я в этот клуб филателистов, он был в Докошине, и, значит, предложил, конечно, меня инули, обманули взрослые дяди, 50 рублей, по тем временам это... А реальная стоимость? Ну, я не знаю сейчас там, конечно, она больше была, но для меня 50 рублей, и тут же я побежал и побежал, и сразу же упил я себе за 30 рублей, родители бы пришли в ужас, если бы узнали. Это все в тайне от родителей все было? Продажи? Ну, зачем? Они слушали, им даже нравилось, вот, особенно Битлз, хорошие вещи, но зачем было шоировать, может, до них отголоски доходить? Зачем лишние проблемы? Никто, конечно, не говорил, сколько стоит, уж, Оль, стояли на любоваться, и на первое, пластинка была, Риденс Осмосфетери, фирма в лейбл Фэнтези был, лейбл, это фирма-производитель. Вот, а второй, я купил тоже интересный диск, это один из первых вещей группы Битджис, Горизонтал. Битджис, даже родителям нравилось, Риденс не очень, вот, а потом уже пошел обмен, можно было поменять, появился и Латзеп, один там, и Маккарт, нет, это вот. Давайте про обмен, про то, можно было поделиться, и про гонение. Чтобы все было так, безоблачно. Давайте после небольшой рекламы через полторы минуты мы снова здесь. Интересная сегодня, безумно интересная программа. Продолжаем мы беседу, Евгений Питунин, историк, ревет, руководитель музея инженерных наук, ретго, президент Вятского ретро-клуба, вспоминаем, ностальгируем, делимся, делимся опытом. Даже замечу сейчас, что у нас в университете появилось место для ностальгирования, то есть, как бы, руководством университета выделен кабинет, и назван сейчас студия аналогового звука. Я туда поставил виниловый проигрыватель, пластин, Олимп, магнитофон, хорошую акустику. Где, где адрес? Главный, в главном, я думаю, что вот эта студия... Любой желающий, может зайти в перспективе? Ну, звоните, запустим, послушаем. Ясно. Я думаю, что потом... Сам ректор уже приходил? Да, обязательно, конечно. С большим пониманием и при его поддержке была вот эта студия открыта, чтобы студенты знали, что не только там музыка в формате мп3 орет с телефона, вот, хотя утверждает, да у меня смартфон громче, но громче не значит лучше, вот послушайте винил, и сравните вот так, что в универе... То есть тут действительно, сейчас эти уже... Такие поколения, что они никогда не слышали виниловые пластинки, виниловый звук, с его непередаваемым потрескиванием, не представляют, вот, процесс заряда, это что, это надо каждый раз, и на сколько минут, ну, сторона, тушка, там, звучит так же, две стороны пластинки, пластин, а 20 минут, это, ой, всего-то. Вернемся к нашему хипсклеру. Я так понимаю, неохотно, да, обменивались, особенно такими праритетами пластинами? Нет, обменивались, а нет, ну, в основном, конечно, такие присутствовали элементы иммерциализации, везли пластин, раскрученный групп, то есть полно было, там, ну, Битлз, конечно, набрали, но, тем не менее, можно было найти, там, Слейд, Террес, уже реже, там, Дипепл, когда были на гребне, вот, это всегда было, там, позже Юра Хип появилась, вот, а что-то такое более изысканное, вот, тот же, Чиага, Джаз Роа Группа, или Кров под излезы, была Цветан Террес, уже надо было поискать, потому что это сразу оседало у лекционеров, и до сих пор есть, есть люди, которые с наступлением компактистов избавились от лекции пластина, и сейчас вот рвут волосы, остатки своих роскошных, некогда шевелер, и пытаются восстановить, это возможно, но не то уже, а есть люди, которые сохранили, и я знаю, что у нас в Ядке есть, ребята, которые имеют огромные лекции виниловых пластинок, вот еще с тех времен, вот замечу, не все было так безоблачно, прогонение, да, неужто органы госбезопасности не знали о существовании этого? У нас не было, фильмов там, что-то там, как-то вот все постоянно, что всучили какую-то зыину, вместо, там, Роминг Стоун, что-то подменили, да никто этим в первой не заморачивался, и зачем это? Единственное, что могли испохабить, это вот вырезать середину из альбома, так же мне вот попадался сержант Пеппер, вот где Бетлов, видимо, жил в костюмах, оставить у себя на стене, еще это вырезали, вот это максимум, а так вот, ну, Идалова не было, все-таки, видимо, то, что в нашем городе небольшая диаспора такая была, вот, но иногда входил милиционер, ну, в 70-е это было еще не очень, а чуть попозднее переселились, столик Резей там закрылся, старый Исквер обвершал, потом вся эта тусовка переселилась за филармонию, и там это было вообще, да, там были, это руины старой сцены, или веранды, вот там, в кустах, и там вот почему-то как-то стали пугливее, видимо, вот, когда был Брежнев, это 75-й год, это Союз Аполлон, это мир, разоружение, все это, а потом уже, когда маразм стал репчать, то уже приходила милиция, тогда уже начинались задержания, тогда уже, кстати, музыкальные форцовщики стали появляться и в Чижах, на знаменитой толкучке, вот, о которой тоже можно поговорить в следующем году. Мы о ней немного упоминали, да, и вот тогда там, если, ну, смотря кто собирался, могли броситься в рассыпную по кустам за филармонией, а могли, что мы меняемся, мы ничего не продаем, но все равно милиции, раз уж надо против, там, не по прошлой власти, могли утащить в Ленинский отдел, там, БХС, что-то писать, заставлять объяснительное, что мы нажалуемся вашему, этому, ректору куда-то, или там на завод, в этот комитет комсомола напишем, но приятного мало, но тем не менее, вот, потому что их там массовых не помню, но это было недолго, вот, причем маразм, вот, конечно, даже не при Антропове, а при Черненко, вот, как-то вот начались гонения, начало 80-х, тогда и вышли постановления о запрещенных группах, там, например, там, слушать было из, много, из западных, там, вот, Дэвид Боуи, это Мистик, там, ACDC, там, агрессия, что-то еще, 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 увод от реальности, этот же Джезус Христ, религиозная пропаганда, нельзя было слушать, там, частично Гербинщикова, там, ну, были запрещенные группы, вот, даже в обкомы комсомола приходили, видимо, и бумаги, они распространяли по всем низовым организациям, и на всех танцах любой там администратор знал, что могут, ага, петь что-то, не надо, что-нибудь запрещенное, а вообще попадались просто дураки, вот, например, у моего знакомого, который ездил по комсомольской культуре, увел до Славио, и вез оттуда пластинки, да, вот тоже была уже попозднее такая открыта ниша, небольшая, вот, из путешествий по соц. странам, везли винил, винил, и на таможне у него просто задержали диск, только что вышедший, то есть, стена, Пинк Флойд, и сказали, ну, там, обложку, если помните, сказали, это порнография, там, когда нарисованная мультяшная фигура, там, с глазами на заднице, это порнография, ему вернули пластин, и он убитый горем приехал, у него есть две пластин, и стены, но нету обложки, а не было, вот, ни принтеров, ничего, чтобы это распечатать, вот, а потом, что же можно найти в интернете эту картинку, клуб филофонистов, он-то очень уютный, я не помню, может, еще были промежуточные места, но вот стали открываться-то и молодежно, мсомольские, или мсомольские, их не было слова «эфэ», то есть, это была встреча, здрасте, и первый самый, кругозор, наверное, был, и этот кругозор приютил наших филофонистов, филофонисты, это те, кто собирает лепции. Где он кругозор находился? Ругозор на Лепсе, в конце, вот, где-то там, если ехать по улице Лепсе, сейчас даже не знаю, что там на этом месте, магазинчик какой-нибудь, безликий магазин. То есть, это ближе к Порту Победы, да? Порту Победы. Порту Победы. Угу. И так приютил он. Или, в том числе, что раз в них, название питательное заведение, там были интерьеры, там было всё, и вот по выходным, днём, вечером работало заведение, это питейное развлекательное, а днём, вот, надо было собраться, сесть на автобус длинный, а раз гармошка, о которой говорили, и переться туда, и там на столах уже открыто лежали вот эти стоп и винила, были люди знакомые ещё уже с поредевшими, посидевшими волосами, уже солидные дядь, которые не изменили своим увлечением, и даже, это сейчас им сколько? Сейчас мы под 60, за 60, ну, за 50, а тогда уже вот они, это уже стала появляться более качественная аппаратура, которая не портила пластин, и не запиливала проигрывателей первого класса знаменитой электроник АБ-101, если это помнится, такой сгирь, айнониточ на противовесе, это был антисклейтинг, вот, уже хорошие усилители, хорошая остика, тогда и пластин, и, конечно, можно было попасть, там даже послушать можно было, чтобы не, как говорили, не лажануться, я уж на сленге того времени не буду, чуть-чуть, вот, и все это было очень культурно и цивилизованно, и жаль, что погибло, ну, не совсем все погибло, я вот скажу, что и сейчас, вот у нас есть великолепные, например, комиссионные магазины, один вот на УПИТах, где огромный выбор, в том числе и фирменных пластинок, я всегда, вот, может, даже после передачи съезжу, это коллекционеры, хотя бы доставлю удовольствие, полистаю, даже ничего не куплю, но полистаю старые, и старые, советские, и куплю какую-нибудь себе для души, и потом еще открылась лавка, напротив, Чуза, где хороший выбор, да и естественно в городе, понимающие люди знают, где можно найти, что можно найти. В общем, дело такое еще живет, да, и людей неравнодушны, помнящих, испытывающих душевное тепло, их довольно много, а где-то сейчас, не знаю, клуб какой-то, ну, вот вы сказали, что на базе, может, где-то открылся, если у нас, комната аналогового звука, туда, да, вот, все-таки это не с улицы в ход, это потом мы начнем, а потом уже посмотрим дальше, и что можно сделать, и на мой взгляд, все эти люди, они живут, процветают, коллекции, пластина есть, видел я, огромные, это и домашние, даже с плоды, пластина, было одного, вот, мы-то все-таки были люди попроще, мы были меломаны, которые слушали, а есть филофонисты, которые там, уже любые оттенки, я как бы взву, и чтобы там серебряные, золотые провода, чтобы там демпферы, полы вскрывать, чтобы под колонки, делать подставки, чтобы все, вот, а то все люди, которые мы до сих пор, вот, узнаем, и пристрастия не меняются, вот, жаль, что мы не успели рассказать еще об одной стране, а вот, чтобы успеть, к сожалению, времени наступает, секунду, мелодия магазин, где я говорил, ромя, ненужных пластин, это было, узнавали правдами, неправдами, то есть, был привоз, какой-то, здоровый привоз, все знали, выстраивалась у магазина мелодия, огромная очередь, она была аж до улицы Энгельса порой, двери запирать рвало, там была бессменная заведующая, этой серии пластины, Нина Ниалавна, она отрывала дверь, пускала по 10 человек, вырывались туда, хватали все подряд, потому что были известные группы, там и новая пластин, и Пугачева, еще, а вот оно были, и это, чехи, венгры, и это, бездарные болгары, и это, помню, сейчас златний струн, откупил и хоть выбрасывай, там, еще что-то, и все, по одной пластинке в руки, это, отталкивая слабых топча, младенцев упали пластин, и магазин мелодия за день выполнял план, вот очень жаль, что это время ушло, но было все романтично, интересно, и было, что послушать, как говорится, люди с ведущей, а после 75-го года вообще, хорошие музыки, магазины, слава богу, живой, и там до сих пор такой советский антураж, заходя туда, можно было бы... Ну, мали, нет, пластинка, это были не сантехники, а тут была радиоаппаратура, поэтому старались проникнуть туда, всеми правдами и неправдами, в эту мелодию, увы, вот так мы сегодня замечательно, понастальгировали, время наше истекло, спасибо большое, Евгений Питонин, историк, краевед, руководителем Музея инженерных наук Вяты ГУМ, президент Вятского ветроклуба, спасибо, до встречи через две недели, я думаю, мы продолжим разговор, по празднику. А мы вообще поговорим о магнитной записи, о магнитофонах, о том, как ходили, те же пластинки, и писали, и вообще, вот тема не завершена, есть еще, замечательно, хорошо, всего доброго, на сегодня, до встречи. Всего хорошего.